Кто же это такие? Начнем с полуобезьян. Ну вот это перед вами, пожалуй, самый распространенный из лемура. Первая группа полуобезьян называется лемура. Обитают они на острове Мадагаскар и на системе перележащих островов. Вот это кольцехвост или, как вы еще иногда называете, кошечий лемур, куатта, ведет, строго говоря, полуназемный образ жизни. На деревьях будут в основном прятаться и отдыхать. Кормятся в основном на земле. Вот такие огромные полосатые хвосты каатам нужны в качестве системы общения. Все примако-социальщики, они все живут в группах. Значит, вот группа каат, которые располагаются на отдых, а когда они кормятся, обратите внимание, какой высоты растительность вокруг. Ага. В результате зверь стоит на четвереньках и что-то там ест. Значит, как убедиться, не разберись ли все остальные слишком далеко, не осталось ли в одиночестве. Стоять на две лапы и оглядеться. Ага. Раз хвост, два хвост, три хвост. Все, свои на месте. Поэтому хвосты так контрастно окрашены. Это действительно для них средство общения. Так, вот, жалко. Сейчас мы с вами вернемся назад. Ага. Ну вот видно, у кого обезьян, какие конечности длиннее? Передняя или задняя? Задняя. Задняя, но ног длиннее. Хвосты зачем нужны? А используют в качестве рулей балансируют. Примерно как белки. Белки умеют хвататься хвостами? Да нет, конечно. Значит, это рулей балансируют воды и прыжков. Как вы видите, забота о потомстве разжит необычайно. Примат все-таки. Значит, дитеныш, разумеется, катается на маме. Значит, во все времена, пока мама его не кормит. Когда маму кормят, дитеныш просто переползет к ней на крючок. И как будет держаться? Вы знаете, дитеныш висит под мамой. Потому что соски у нее на груди. Так? Держится он только руками? Ногами. И ногами тоже. Еще раз. Белка умеет хвостом держаться? Не умеет. И они ровно как белки. Они не умеют хвостом держаться. Так? Значит, руками и ногами держимся. Обратите внимание, у людей до сих пор остался этот древнейший врожденный реплекс. Его так и называют обезьянный реплекс. Если новорожденному человечку в возрасте до пяти дней взять и прикоснуться к ладошке каким-нибудь предметом. Неважно чем, карандашом, ручкой, просто пальцем. Что сделает человеческий новорожденный дитеныш? Сохнет кулак. Причем с какой силы? Ну так, чтобы держаться. А его можно вот так поднять, и он будет висеть. И он не сорвется никогда. В чем дело? А дело в том, что от этой реплекторной программы в свое время зависела выживаемость дитеныша. Вцепиться в маму так, чтобы не оторвал никто. Если уж к ладошке и к стопе что-то прислонилось после рождения, то это может быть только мама. Поэтому держимся. Значит, но дело в том, что с возрастом все-таки очень давно наши предки перешли в другой форме развития. Поэтому с возрастом вот этот ладонный рефлекс исчезает. Где-то на пятый день все менее интенсивное отхвазывание, а потом вообще нарушилось. Самое интересное, что на ноге ровно тоже. У нас стопа давным-давно нехватательная, но тем не менее, если новорожденному взятие карандашиком провести вдоль стопы, что он сделает с пальцами на ножке? А он вот так будет сжимать. Он старается ногой схватить карандаш. Так? Хорошо. А если через две недели после рождения взять и провести карандашиком вдоль стопы? А он начнет наоборот вот так топовщить пальцы. Рефлекс Бобинского. Значит, более поздний врожденный рефлекс связан с прямохождением. Защита стопы от поражения. В ответ на перекосновения раздвигаем пальцы. Не сжимаем кувак, а наоборот раздвигаем, разворачиваем стопы. Так что, как видите, с древнейших пор у нас остается система не только внешних признаков, но и поведенческих. Вот это очень красивая публика. Вот если взять их обесцветить, полностью лишить окраски, то кажется, что они очень похожи на кольцехвостых лимур. Но окраска у них очень контрастная. Значит, это лемуры вария. Вот это красно-черный вария. Почему его так называют, по-моему, понятно, исходя из окраски. Вот это самочка вария с детенышем. Ага. А вот это пошла уже совершенно другая публика. Индри. Тоже лимурчики. Так. Вот это черно-шапочный вария. Который ближе к Индри. На самом деле. И это мама с подростком. На самом деле, вот это вот бедняга. У него буквально через неделю кончится детство. Так. Значит, ограница между детством и подростковым возрастом у всех приматов не обречает русская. Детеныш обладает, по сути дела, неограниченными правами в сообществе. Собственно, само сообщество приматов, вот само стадо приматов. Зачем возникает? Для повышения выживаемости самок. Для защиты самок. Мы говорили, что основа жизнеспособности популяции, да, это сохранение как раз самок. Причем всех самок или нет. Тех, у кого есть. Только рожающих. Нерожающие самки не нужны никому. И они оттесняются на границу популяции. А граница – это самое опасное место. А те, кто родил в этом году, а вот они будут в центре популяции, в самом безопасном месте. То есть, наличие всего стата обеспечивает их безопасность. Обеспечивает снабжение кормом и так далее. Хорошо. Мама заботилась, заботилась, заботилась о детеныша, находясь в круге безопасности. А через год у нее новый брачный период, у нее новый роман. Что будет детенышем? А все, привет, детство кончилось. Во взрослом мире он может отстоять свои права? Нет, не может. Где он окажется? На периферии. В результате, на периферии приматского стата детеныши, старики и лузеры. Те, кто не может пробиться ближе к центру. И вот здесь-то для детенышей, точнее для молодых подростков, начинается проверка того, чему научились в детстве. Если в детстве научились чему-то толковому, а как в биологии отличается толковое от бестолкового? Выживание. Да, прошу. А толковое выживание нравится? Да, разумеется. Толковое это что? Это то, что способствует выживанию. А это то, что никак не влияет на выживание. А еще хуже, мешает выживанию. Так вот, скажите, у толковых и бестолковых детенышей одинаковые шансы на выживание в подростковом кругу или нет? Разные. В результате бестолковые не сдали зачет и ушли. Так. А с толковыми через год что произойдет? А они передвинулись на ступеньку ближе к центру круга. Почему? А потому что пришло новое поколение детей. Через год новые дети пришли. Те, у которых теперь детство кончилось. В результате двухлетки, подростки двухлетки, у них опыт больше, чем у годовалых. А в результате они ближе к центру. А на третий год? Еще. Еще ближе. Значит, в результате социальная структура приматов способствует накоплению адаптации. Чем ближе к центру, тем с большей вероятностью я буду иметь потомство и передам ему свои навыки. А мои навыки прошли проверку отбору. Они способствуют выживанию или не способствуют? Способствуют. Так что система очень здорово отличается от диснеевских розовых слюней, где все о всех заботятся, всех как-то там воспитывают и так далее. Но зато позволяет создать реально работающую систему, позволяющую приспосабливаться к любым условиям. Вот просто к любому, от слова совсем. Двините дальше. Ага. Вот этих лемувчиков еще называют летающие лемувы. Дело в том, что у сифаков есть избыточная складка кожи, идущая от локтя до талия и от талии до коленки. Поэтому, если сифака, во время прыжка растягивают руки и задние ноги, соответственно, в стороны, эта пленка натягивается. На кого похоже? Не, в летучем. Белка летяга. Белка летяга. Белка летяга. Значит, менее эффективная работающая система, но позволяет увеличивать длину такого полупрометра планирующего прыжка. Ага, стоп, назад. Вот это важный друг. А это мы перешли к другой группе уже. Вот это были лемувы, а вот это вошли лори морфы. Лори видны. Ну, вот в данном случае это совершенно сумасшедший вариант по темпераменту. Это галага. Представьте себе тушканчика. Все тушканчика представляют? Ну, а теперь представьте себе сумасшедшего тушканчика, который не по степи и не по какому пустыню носится, а носится в кромных деревьях. Отличные прыжковые конечности, длинный хвост-балансир, да, очень быстрые и четкие движения. Кстати, судя по размеру ушных раковин и глазных яблок, какой образ жизни ведет? Ночной. Ночной, конечно. Да, и посмотрите, да, видно. Концы пальцев что из себя представляют? Не-не-не, какие там фрукты? Ширные подушечки. Значит, которые позволяют за дулю секунды очень надежно фиксировать лапку вокруг сучка. Это, конечно, не присоски, никакие у приматов не бывает присосок на пальцах. Но это очень надежный захватчик. Гигантское глазное яблоко, огромные глаза. Значит, площадь сбора света очень велика. Соответственно, можно сфокусировать на сетчатке даже очень малый свет в количестве достаточном для возбуждения зрительных рецепторов. Значит, вот другая картиночка, опять же, портрет того же самого. А вот это из лори, но совершенно другой температур. По-английски от зверя будет называться слово лори, а по-русски толстый лори. Но он действительно такой достаточно массивный, никаких прыжков вы от них никогда не дождете. Перемещаются они исключительно пластично, очень постепенно. Питаются они насекомыми и отличаются совершенно фантастическим тонусом. Тонус – это возможность, раз сократив мышцам, удерживать ее сокращенно. Хватательные у них, естественно, передние и задние конечности. Поэтому в ходе охоты… Да, ну видно, что глаза огромные. Понятно, что значит? Значит, хорошо. В результате лори идет по ветке. На соседней ветке сидит саранча. Вот такая. Значит, саранча, когда спит, может закрыть глаза? Нет. А у нее век нет. Значит, поэтому вообще теоретически на любое быстрое движение саранча отреагируют и днем, и ночью, и когда угодно. Ключится реприкторная программа защиты, и она просто открыт. Но это на быстрое движение. А на медленное перетекающее движение. Такая программа сработает или нет? Неа, не сработает. Потому что насекомые рассчитывают, что на них будут нападать и бросаться со всей дури. А лори идет, 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 до шоу саранча на соседней ветке. Крепко держится стопами за свою ветку лори. И начинает вытягиваться к соседней ветке. Медленно и постепенно. Саранча реагирует или нет? Не реагирует. И он аккуратно берет саранчу с соседней ветки. Просто. Обратите внимание, при этом тело у него горизонтальное. Между двумя ветками. Руки вытянуты вперед. И все это держится ногами. То есть сила захвата совершенно панкастическая. А вот это, пожалуй, самое редкое млекопитающее на нашей планете. Это наша ручка. Как ни странно, тоже полуобезьяна. Рукомножка. Или Ай-Ай. Ай-Айов осталось всего несколько десятков. Раньше жили на Мадагаскаре. Сейчас на самом Мадагаскаре их нет. На маленьких островах недалеко от Мадагаскара. Ну, сейчас я покажу Агаты. Ну, вот это проще. Ровно только саранный зверь. Обратите внимание, совершенно страннейшие пальцы. Вот все пальцы, как пальцы, но, правда, длиннее, чем у большинства примат. Значит, а средний палец вот какой. Ну, вот на этой лапе он плохо виден. Финальная баллона, вы знаете. Скажите, что с толщиной среднего пальца по отношению к остальному? А он в четверть у них. Доставать личинку. Именно так. Это его юбка. Значит, при помощи такого тоненького специализированного пальца он может залезать в ходы, которые личинки проели в стволах деревьев, вы их оттуда выколупываете. Поэтому на всех пальцах будут ногти, а на среднем пальце? А там когуть. Там необходимо иметь ключок без зацепа. Это вот тоже Ай-Ай. Вот здесь виден этот рабочий пальчик. Ну, вот картиночка, соответственно, в вас. А вот это уже наш Ройч. Это Тарзис. То есть это долгопеть. Судя по размерам глаз и ушей, образ жизни. Ночной. Ночной. Размер зверя с мой кулак. Вот такой. Правда, из этого кулака торчит длинный тонкий хвост, который в два раза длиннее тела. И торчат две длинные и тонкие задние конечности. Которых полтора раз длиннее тела. Местные жители долгопятов боятся до огуря. А огурится он до нынки. Значит, в чем дело? А дело в том, что вот эти вот огромные его глаза под сетчаткой находится зеркальный слой клеток, который отражает свет обратно, чтобы через сетчатку луч света проходил два раза. Один раз входя в глаз, потом вошел и отдал свою энергию клеткам сетчатки. А потом отразился и вышел из глаза. По дороге он второй раз энергию отдаст? Ну здрасте, ребята, вот смотрите, вот эта моя ладошка – это сетчатка. А, извините, это зеркальный слой. А вот эта ладошка – это сетчатка. От вас из аудитории пришел луч света. Прошел через вот эту ладонь. Отдал ей энергию? Отдал. Теперь от этой ладони остаток света отразится, от зеркала отразится. В результате, выходя из глаза, луч отдаст еще порцию света? Да. В результате, что со светочувствительностью таких глаз? Больше. А так у большинства сумеречей. То, что уголка, глаза, какие глаза у волка? Цвет. Судя по русским народным сказкам. Зелёный. Вау. Даже с сакральные текстами. Зелёный, зелёный. В чём дело? А дело в том, что сумеречный образ жизни, ровно те же самые зеркала, только спектр отражения смещён немножечко в другую сторону. В основном по зелёным. Выходить из глаз, будто отражён. Понятно, что у волков никаких лампочек в глазах нет. Сами светиться они не могут. Только отражённым светом. Так? Хорошо. А как по-вашему, у корового лошади ночью глаза будут светиться? Нет. Волок, фиолетовый. Ровно то же самое. Ровно то же самое явление. Внутреннее отражение света. Так вот. А у долгопятых очень хорошо развивает зеркальный слой, и они светятся рубиново-красным цветом. При этом глаза очень крупные. Ну, поэтому представьте себе местного жителя, который ночью зашёл в лес, а с дерева на дерево стягают светящиеся красным, глаза совершенно бесшумно, с большой скоростью перемещаясь по крому. Значит, неудивительно, что местные жители считают долгопятых воплощениями душ умерших. И боятся их, как не знаю кто. Но этому способствует достаточно специфический внешний мир. О, пожалуйста. Голова самая подвижная из всех приматов. То есть взять и повернуть голову на 180 градусов, как это умеет долгопятый, ни один примат больше не может. Если вам так повернуть голову, она так и останется на всю вашу небольшой остаток жизни так повернутая. Это будет называться перелом шейных позвонков. А вот они, как вы видите, совершенно нормально. А теперь давайте смотреть, почему у него сократились зрачки. Видите, стала видна красная подрадужная. А они просто на всю переднюю стену. Они пропускают весь сверх. Вот этот снимок сделан в густых сумерках просто на сверхцветочувствительной пленке. Да? Значит. А вот это вот днем сняли. Причем не на солнце, а в тени. Если бы снимали на солнце, что было бы с размером зрачка? Точку, пожалуйста. Ну, а вот эта вот моделька, пожалуй, ближе всего к древнейшим приматам. Этого зверька периодически относили то к приматам, то к насекомоядным. Сейчас данная ДНК-анализа показывает, что нет, все-таки насекомоядная. Не наши выручки. Это тупайки из Юго-Восточной Азии. Но, тем не менее, примерно так выглядели древнейшие. И оценываю. Вот тупайки. Пожалуйста. Вот они. Ну, это более крупная фотография. Ну, я говорю, сумасшедшая землерозка с очень гринными пальцами и противопоставлением большого пальца. лапа уже приматская. Так. Хорошо. Теперь дальше смотрим. Это были полуобезьяны. Теперь те обезьяны, которых вы не знаете. Американцы. Американские широконосые обезьяны. В частности, к этой группе относятся самые маленькие из всех обезьян и грунки, и тамарины. Вот это самая распространенная из всех, обыкновенная грунка. Размер примерно с белку. Ну, примерно с белку. Как и остальные приматы, существует общественное. Стаями обитают. А вот это львиная грунка. Почему я так называю? Понятно? Значит, на самом деле, размер все ровно с ту же самую белку. Они очень маленькие. Ну, вот это обыкновенная ядрунка в позе опуха. Можно подумать, что такой величавый зверь. Ага. А вот это уже совершенно не ядрунка. Обратите внимание на ширину носа. Понятно, почему американцев называют широконосыми. Это более крупное существо из группы саки. А вот это вот тамаринчик. Тамарин размером с игрунтом, примерно. Вот данный конкретный вид называется императорский тамарин. Из-за усов. Дело в том, что форма усов похожа на форму усов у китайских императоров. Так что название императорский тамарин. Вот для того, чтобы вы поняли размер. Вот человеческая рука, вот император. Подходит для того, чтобы посмотреть, что это ему там вкусненькое принесли. А вот это самые большие хулиганы южноафриканских лесов это капуцины. Значит, капуцины покрупнее. Это уже не белка, это уже кошка по размеру. Исключительно подвижная, очень мобильная стая образует, которая способна обидеть и, я не знаю, обругать и прогнать чуть ли не всех жителей южноафриканского верхнего яруса лесного. Предпочитают не связываться они только с ревунами. Ну, ревуны, да, но и с крупными древесными кошками. То же самое. В цену выходить от них будут. Существенно, такая вещь неожиданная. На следующих занятиях я вам покажу видеоматериал, как шимпанзе работают камнями, чтобы колоть орех, который, сил взбок недостаточно, чтобы взрызть. Но это шимпанзе, это вершины, наши прямые родища. А вот эта вот боковая ветка и размером с кошку тоже пользуются камнями для того, чтобы колоть орехи. Орудийная деятельность для них тоже показана. Так, ну вот это один из так называемых белопречек капуца. Ага. А вот это пошла самая известная, кстати, самая крупная группа из всех южноамериканцев. Паукообразные обезьяны. Значит, самая крупная из них черно-паукообразная размером со среднюю дворняжку. Это уже не кошка, это еще крупнее. Более крупных обезьян в Южной Америке просто нет. Значит, обратите внимание, сколько хватательных конечностей у паукообразных обезьян. Пять. Хвататься хвостами умеют только южноамериканцы. Притом, не все игрунки, допустим, хвататься хвостами не умеют. Значит, у капуцинов слабо хватательный хвост, а вот у ревунов и паукообразных отлично развивает хватательный хвост. При этом, это пятая конечность, более длинная, более сильная и более ловкая, чем четыре остальные. Поэтому для пауков, допустим, совершенно нормальная ситуация, когда он, допустим, висит на хвосте зацепившись, ногами чистит апельсин, а руками выясняет отношение с соседями. У него все пять конечностей и взаимозаменяемые по культу. А вот этот красавец это молодой ревун. Как видите, у ревунов вполне себе тоже хватательные хвосты. Ну и размер чуть меньше пауков. Ну вот этот молодой черный паук собирает какие-то плоды, подвесившись на ветке, которая за кадром. Ну вот видно, что держится конечно. Вот это взрослый черный паук. Обратите внимание на хвост. Вот он свернут таким даже не губликом, а двойным рогаликом. А посмотрите внутренняя поверхность этого кольца. Она такая же как внешняя. А она голенькая, мех не растет. Вот это есть хватательный палец. Только наши пальцы из каких косточек стоят? Из каких палат? Трех. Трех. А у них есть 8 хватательных позвонков. То есть палец по-настоящему очень длинный. У нас на внутренней поверхности пальца и ладони кожа гладкая или нет? Нет. Ага. Если мы возьмем смочим палец тушью и приложим к бумаге, что останется? Отпечаток. Как будет выглядеть отпечаток? Просто ровное черное пятно? Как называется папиллярный узор. Совершенно индивидуальный рисунчик, сложенный линиями выступов на коже. Назваться это делом будет отпечаток пальцев. Догадайтесь, а у черных пауков, кроме совершенно индивидуальных отпечаток пальцев на стопе, пальцев на ладони, какой еще отпечаток есть? На хвосте. Настолько же личный отпечаток хвоста. Покажу, здесь есть. Вот вам, пожалуйста, вот внутренняя поверхность хвоста. Видно, что здесь свой папиллярный узорчик идет. А вот это что такое? Отпечаток хвоста. А это как раз отпечаток. Зелены намазали душем хвост черного паука и прижали к бумаге. Вот мы получили отпечаток хвоста, состоящий из своих вот видите линия так же как у нас на пальчике все по-честному. Ага. А вот это взрослый ревун. Ревунов так называют ревунами не случайно. Дело в том, что в районе гортани у них есть дополнительная пластина, которая превращает в... Ну, в общем-то зверь не очень большой, там, пленател вот такая. Да? Но в результате у них гортани оказывается свисток. Если ревун силой выдыхает через него воздух, то возникает звук больше всего похожий на аварийную сирену на кораблях. Даже в джунглях, где звуки распространяются очень плохо, крома деревьев гасит звук. Да? Ревунов слышно за полкилометра. Если вы заедете туда на автомобиле и попробуете сжать на клапсов, да? Вас за полкилометра конечно не услышат. А вот их слышно. Отсюда такое название ревун. Ага. Значит, а вот это существо не больное совершенно и не несчастное, никакое это не мутанец. Значит, это близкие достаточно родичие капуцинок у акири. У них просто не растет мех на голове и лице. а кожа при этом, как вы видите, такого нарядного красного цвета. Вот, пожалуйста, у акири отдыхает. У акири кормится. Размером несколько крупнее кошки. Ага. А вот это модница. Тоже несколько крупнее кошки. Тоже есть хватательные хвосты, хотя не очень сильно развитые. Это саки. Славны тем, что на голове вот эти волосы, так называемые прошающие волосы, могут создавать самые разные жесткие прически. Здесь у вас и ракезы, любой панк позавидует, и сложные формы укладки, которые на всю жизнь остаются стабильными. Дело в том, что для них это что-то типа паспорта и прописки в одном плаконе. Это доказательство того, что я принадлежу к этому виду. У меня такая прическа, значит, я свой, значит, со мной можно размножаться. Если прическа чуть другая, то это уж какой-то сомнительный. У него с прописками все в порядке. Поэтому на крайний случай для размножения подойдет, а вообще-то конечно выбирать будем только тех, которые в рамках ног. Так, ну все, на самом деле все знакомство с южноамериканцами, с полуобезьянами у нас с вами завершилось. Следующий раз, а следующий раз наша непосредственная группа. Работаем с ними. Мартышкообразный, человека АПЛОДИСМЕНТЫ